Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмата, с вами на связи мастер Фиде Максима Мариев И в девятом туре турнира претендентов снова случился скандал, связанный с судьей Который наехал на Алирезу Феруджу И кроме этого, у нас вновь случилась перестановка в лидерской группе Прежде чем начать разбор партии, друзья мои, попрошу вас подписаться на телеграм-канал Лучший источник информации из мира шахмат, некой политики, хейт, а только кайф И все, что нужно знать из мира шахмат, чтобы вы были в курсе событий Пока не двинулись дальше, напоминаю вам про нашу акцию, которая закончится совсем скоро И после финального тура турнира претендентов уже действовать не будет Школу победили Чесмастер, лучший курс до первого разряда У нас будет всего 300 мест, осталось 262 места Какие произвелы сожидают? Айфон, 2 штуки, айпад, 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 сепл-вотч Набор Чесмастер Бокс и много другого интересного Поэтому обязательно испытайте свою удачу Кроме этого вы получаете доступ к самому прогрессивному курсу до первого разряда Более 135 часов контента, поделенных на 193 урока Каждый урок проверяет куратор Поэтому вы выполняете домашние задания и лишь после этого переходите к следующему уроку Тем самым гарантируется качество вашего обучения Кроме этого вы получаете доступом бонус к закрытому клубу Чесити в подарок Там тоже куча контентов, курсов по дебютам, лекции различных, игра с гроссмейстерами Это сам по себе очень ценный продукт, вы его получаете бонусом на год Поэтому жду вас, приходите по ссылке в описании, присоединяйтесь к нашей программе Девятый тур турнира претендентов Важные стыковые партии И мы начнем с человека, который хлебнул горе в предыдущем туре Это Фаби Каруана Причем он второй раз подряд играет черными фигурами против Ниджата Абасова, аутсайдера турнира И Ниджат играет d4 Перзевый гамбит Слон вышел на b4 Ниджат идет на принципиальную линию, заставляя разменяться этого слона Конь вышел на f6, e3, c6 Плотно выставляется Фаби Видно, что предыдущая партия оказала на него какое-то воздействие Может быть, чуть-чуть деморализующее Он не стал выбирать дебют для игры на три результата Какой-то с шашкой на голо лезть, рискуя Нет, он исправил максимально надежную схему Ну вот здесь, правда, Ниджат допустил неточность Надо было взять на d5 сначала cd На ed сыграть слон d3 В таком порядке потом осуществлять план, который на прямом эфире поведал Фарух Вывести коня на e2, затем сыграть 2-0 f3, e4 провести и наступать Даже пешку до поля e5 поддодвинуть Там все отлично У белых перспективная позиция Здесь после слона d3 e5 играет Фаби Четко посчитал варианты, что пешку он отыгрывает После dc следует, слон подвисает Размен ферзей произошел Конь g4, две пешки висит На f2, конечно, с вилкой отдавать не хочется Поэтому король e1, конь e5 напали на слона Слон отошел, ладья d8 Конь выскочил на d3 с шахом Съели слон b2, пешку защитили Слон e6, король e2 Ладья d8 отошла Потому что она подвисала Здесь у черных чуть поприятнее Но будем честны, оба соперника не были заряжены на борьбу В скором времени начали фигуры стремительно исчезать Да, здесь у черных отдаленная проходная Но как-то Фаби не нашел в себе сил Играть на победу Поэтому парня завершил с ничью На 44-м ходу Вот в этой позиции Следующая партия, которую мы посмотрим Индийское дерби Гукеш Дамараджу Один из лидеров турнира Против Прагнананда Гукеш в отличной форме на этом турнире пребывает И поэтому был явным фаворитом в этой встрече И, конечно, болельщики Яна, не помнящего, пристально следили за этой партией Поскольку в случае победы Яну пришлось бы догонять Окей, у нас испанка Д3 аккуратно играет здесь, чтобы не допустить никаких разменов Гукеш И забирает на С6 Кстати говоря, над этим ходом он думал около 7 минут Конечно, он здесь знал теорию Множество различных продолжений С3, 2-0 Но решил избрать этот вариант, чтобы испортить структуру Играть такие более позиционные шахматы H3 здесь профилактика против слона Д4 Вообще, я уже начинаю как-то понимать стиль Гукеша Он играет в какой-то степени как Петросян, что ли Такую профилактику любит выстроить Ничего не допустить От обороны как будто А потом Пружина разжимается И начинается веселье Здесь сразу съел на Д6 Позволил раздвоить структуру Слон Ж5 Конь Д2 И Мне кажется, что вообще абсолютно равная позиция Но Гукеш первым скрывает вертикаль Ф И за счет этого Получает инициативу Конь вышел на Е5 С4, чтобы пешку здесь не зевать Слон Д3 грозила Б5 играет прогнанада Постатаясь найти какую-то контр-игру Б3 укрепились С5 Чтобы не было Д4 при случае После конь Ф3, конь Ж6 Слон Ж3 Видно, что здесь белый доминирует Все-таки слон на А6 стоит в никуда Упирается в эти две пешки А у белых слон давит на слабую пешку Д6 Плюс вертикаль Ф скрыта У белых перевес Все-таки Гукиш Почему-то я его люблю так называть Гукиш Как-то нежно так Любит доминировать Захватил он здесь инициативу Произошел размен Ну и вот эта структура Равное количество пешек Но видно, что структура лучше у белых Потому что у них Слабая пешка на Д3 Но до нее сложно добраться А вот до пешки Д6 проще Потому что Ну даже по этой диагонали Банально обстреливать У белых пешка центральная Плюс вертикаль Ф полуоткрытая Дайм на пешку Ф7 У белых лучший слон Короче, у белых поприятнее позиции Здесь, честно говоря Мы всерьез опасались За судьбу прогнананды В стиле как раз таки Гукеша Праг по вертикали А Пытается создать контур игру Напал на пешку Но белые просто защитили Слон Е6 Конь вышел на Д5 Разменяли ладьи Ф6 Ну и тут Стало понятно Что вроде как А может быть не все Так и плохо у черных Укрепились Возможно белым где-то следовало Рассмотреть план Типа H4, H5 Здесь На крыльевском фланге наступать Как-то слишком аккуратно Играл Гукеш Без риска Здесь произошел размен Ну и тут стало понятно Что У белых даже уже Никакого перевеса нет У конь на Е5 отличный До пешки Д6 не добраться Поэтому после ладья Б8 шаг Соперники согласились на ничью Следующая партия Которую мы посмотрим Видит против Накамуры И это первая Безультативная партия Из нашего сегодняшнего обзора Кикару идет плюс один Он имеет шансы На то, чтобы ворваться В турнирную гонку Вчера в блестящем стиле Обыграл Фабиана А сегодня Он хотел реваншироваться Против Ведита Которому уступил В первом круге Уже во втором туре И у нас итальянка Казалось Ведит Полной дизморали Ведущий тур он проиграл Давайте вспомню кому А, Гукешу как раз таки Проиграл Ведит у нас Гукеш его красиво Замотовал Здесь Хикару играет А5 А4 Брокировочка Конь вышел на С4 У Ведита Хотим перевести коня На поле Ф5 Слон Е6 Ладья Е1 На самом деле Вопросы есть К ходу Ж5 Я как-то мимо него Прошел Ход Ж5 Говорит О больших амбициях Хикару В этой партии Он пошел Наражен Начал наступать Но правда Вот в чем дело Это не вязалось С дальнейшим Течением партии Если ты так играешь То ты Скорее всего Должен ракироваться В длинную сторону А здесь наступать Логично же Зачем ты тогда Сыграл Ж5 Ослабил Королевские пешки Но он играет 2-0 здесь Ну окей Ладно Это еще можно простить Затем играет Слон Е6 Последовал Ладья Е1 И ладья Е8 Вот этот ход Удивляет Но раз ты Здесь начал наступать Наверное ты хочешь Иф5 проводить Нет Он отводит Ладью на Е8 И становится Не совсем ясно А для чего ты Ж5 сыграл тогда вообще Это просто ослабление Здесь он укрепил Пешку на А5 Белый играет Слон А2 Готовен при случае Наступления Б4 Б5 Конь А5 Здесь Хикару Пытается оправдать Своё положение пешек Конь идет на Е3 Разменивая Белопольных слонов Конь Е7 Хикару Концентрирует Свои силы На королевском фланге Поэтому пришло время Нанести удар по центру Д4 ЕД ЦД И Д5 Дабы белые Не захватили пространство Е5 играет Ведит Не Гукеш Ведит Такой клин образовая Слон упирается в пешку Ограничивается он полностью Ладья Ц8 последовала Ладья А3 Хотим перевести ладью на Ц3 Давить по вертикали Ц При случае Метнуть ладью сюда Ц5 играет Хикару Но это было неточностью Надо было играть Конь Ф4 Придерживаться своей концепции Коня поставить на Ж6 Второго Аш5 Ж4 Может быть наступать Но нет Ц5 играет Хикару Пытается на двух фронтах действовать Но у него слишком мало бойцов Для этого ДЦ Ладья Ц5 Ферзь Д1 Коник уже подвисает При случае Грозит Комби Дж5 И Ферзь бьет Поэтому коню пора Пойти вперед Б4 Наступает на ферзь На фланге Ведит Если брать То слон выходит на Б4 Опасно Решает пожертвовать пешку Свою Хикару Взяли на А5 Слон бьет А5 Ситуация накаляется Конь вышел на Ц6 Здесь у Хикару Слон отошел на Ц3 Защищая пешку Конь бьет Е5 Этот ход Явился серьезной ошибкой Да у белых лишняя пешка Но можно было сопротивляться После владения ЦД8 Вместо этого Хикару играет Конь бьет Е5 Думает что отыгрывает пешку Но зевает Слон бьет Е5 Слон Е5 И конь бьет Д5 Ладья нападает на слона Приходится играть Конь бьет Д5 Белые забирают слона Ну и у них чистая Лишняя пешка Далее последовала Ладья Д3 Конь подвисает Ладья залезает на Д6 Пешка на А6 Зависает Ее еще забирает У нас Ведит Следует ферзь Б2 Нападая на коня Но ферзь Д7 Точный ответ на ладья Е5 Ферзь бьет Ц8 Следует с выигрышем ладьи Поэтому ферзь Б3 Играет у нас Хикару Ферзь Ф5 Следует нападая на пешку Ж5 И после конь Ж6 Мощнейший ответ Со стороны Веди Такой же разный Ставьте видео на паузу И найдите Бестательный ответ Ну не очень сложный Это ладья бьет Ж6 И Хикару сдается Дело в том Что после взятия Мы хотим взять На король Ф8 Конь Д7 На король Х8 Просто ферзь Х6 Потом забираем пешку Подводим ладью И объявляем мат Видят С Хикару Меняются местами И главная встреча Девятого игрового дня Битва Альереза Ферруджи Против Яна Непомнящего Лидера турнира Альереза разыгрался Поверил в себя И был настроен решительно Он играет Конь Ф3 Д5 И дебют Очень порадовал Болельщиков Яна Альереза играет Дебют Без особых претензий На перевес Вот такой двойной Фианкета Дебют Ретти Но черные захватывают центр У них как минимум Не хуже И здесь уже Борьба Переходит Самостоятельное русло Практически С первых ходов Конь БД2 Играет Альереза Пока Охотиться на этого слона Смысла не имеет Если играть Конь Х4 То Слон Д4 Х3 Слон Х5 Ж4 Слон Д6 Можем сыграть А можем даже Отступить конем на Д7 Нападая на эту лошадку На взятие Будет Слон БитАш4 Поэтому пока Этот вариант Не имеет Под собой Каких-то оснований Попытка съесть слона Конь Д2 2 0 Владель Е1 Но здесь уже Ян хочет слона припрятать Играет Х6 На Е4 Слон Х7 Это все Классика После Конь Е5 Последовало размен Конь Д7 Сгоняем этого слона Ну и тут Следовало признать Только белые Претендуют на перевес Как-то вот у них Простая игра Можно было сыграть слон Х6 Немножко упростить ситуацию Если Е5 То слон Е7 Вернулись назад Слон будет упираться в пешку А в случае размена Конь Ф6 Играем Тут все у нас в порядке Слон неплохой Наш 7 Тут прикрывает короля У нас простой план наступления А5 А4 Но Ян пошел на крайнее Сомнительное Позиционное решение Он захватывает пространство Ходом Д4 На самом деле Это грубая позиционная ошибка Да, мы ограничиваем слона Но после А4 Ян еще играет Е5 И получилась у нас Позиция староиндийского типа Но вся проблема в том Что у черных слон Наш 7 Он должен стоять на Е6 Тогда они бы горя не знали Он тут стреляет на два фланга Где-то Этого слона ограничивает Белопольного Помогает наступлению Своих пешек А что он делает на А7 Он просто поле у короля Отнимает Пешку упирается Совершенно неясно Следует Ф4 Лереза начинает Энергичное наступление Ферзь С7 Ферзь Ф3 Б6 Слон Наш 3 В таких структурах Этот слон часто является плохим Поэтому пытается его Разменять Лереза Конь С4 Конь идет на активную позицию Слон Д6 Но здесь уже движок пишет Плюс полтора Все запаниковали Но На самом-то деле Паника была преждевременной Лереза Пока играет слон С1 Ферзь С6 И вот тут Он упускает Самое простое Позиционное решение Это разменять своего Белопольного слона И сыграть Ф5 Зажать здесь Затем мы хотим сыграть Ж4 Х4 Слона поставить на Д2 У нас простой план наступления Была бы Тяжелая оборона Если честно Здесь Слон на Д6 плохой Он упирается в свои пешки А конь Он тут как-то поддавливает При случае можно его перевести в атаку Но Аль-Реза посчитал Что этот конь Ему не сильно И нужен Он его разменивает Играет слон Д7 И затем Ф5 Да тут у белых Позиция без риска Но почему Аль-Реза Так решил все разменять Почему он решил Пойти на столь крепкое продолжение На самом деле В этой парте Случился Еще один скандал Дело в том Что К Аль-Резе Подошел судья Аль-Реза об этом Написал в твиттере В середине игры В самый напряженный момент Когда я прогуливался Во время хода Яна Главный судья подошел ко мне И сказал Чтобы я больше не ходил Потому что моя обувь шумит По деревянному полу Он сказал мне Не ходить И принести на завтра Новую обувь Но у меня есть разрешенная Формальная обувь Я ношу ее Более года Это меня сильно отвлекало Во время игры И я полностью потерял концентрацию Вот что сказал Аль-Реза В общем На него наехал судья Из-за того что у него громко Сокают каблуки И может быть из-за этого Он допустил Вот этот размен Ну ладно Здесь еще у белых перевес Продолжает давить Аль-Реза Играет g4 Король e7 Король e7 Владя e2 Владя переходит на g2 Хочет здесь наступать он Но Ян Избирает грамотный план Побег из Шоушенко Убегает своим королем Следует слон d2 И а5 Ян закрывает Тверзевый фланг Еще плюс ко всему После ладья h2 Король c7 Было сыграно Ладья f1 Ладья h8 Ян готовится К будущему наступлению Аль-Резы Билые хотят сыграть g5 Прорваться тут И Аль-Реза Начинает наступление Слон перешел на g8 Взяли на f6 gf h5 Слон f7 Ладья g2 И Аль-Реза Заготовил Жертву качества Ладья g6 Ян эту жертву принимает Но выясняется Что у него тут Пешки подвисают И конечно У белых Серьезные шансы На то чтобы Осложнить жизнь Черным И победу Яна В этом турнире Ладья e8 Пока что играет Ян Жертвует пешку На самом деле Грамотное решение Ведь на взятие Можем сыграть Ладья hf8 Но если так забирать То тут просто уже Черный побеждает В ферже 4 шаг Только надо начать В таком порядке Забираем тут Забираем тут Потом можем съесть Уже ферзя этого Ну и этот Эншпильт Ферзь против Влади Слона Конечно выигранный Поэтому ферзь f6 Не стал забирать Ладья реза Играет слон e1 Пытается слона Направить сюда Напасть на пешку Но Ян Цепился в нее И да У белых перевес Белые давят Но если присмотреться Черные выстроили крепость Тут кстати был важный момент еще Черные могли сыграть Король d6 Вроде ход логичный Защитить пешку Но тогда мог последовать Красивый вариант Забираем на f6 Меняемся на d7 И после всех разменов Да у черных лишняя ладья Но белые играют g7 И пешку не остановить Нету ходу ладья f8 Нету ходу ладья g6 Это конец Последовало ферзь e7 Король h2 Король d6 Ладья f5 Белые поставили сюда Свой клин Ферзь g7 Ферзь f3 Дайм на пешку f6 Король c7 Ферзь f2 И не совсем понятно Чего хочет али реза Ям просто повел Своего короля Прям поля a6 И здесь после ладья d6 Предложил ничью Али реза понял Что каких-то ресурсов Для игры на победу нет И поэтому Согласился на данный исход Ну что по итогу Ям смог устоять И возможно благодаря суде Который смутил али резу Ведь у того была Очень перспективная позиция Да я определенно стоял лучше У меня был перевес Шанс на победу конечно был Но не смог найти Как дожать Видит обыграл Накамуру Гукеш сыграл ничью С прогнанандой Ферзь же сыграл ничью С непомнящим А Ниджата Басов Также сыграл ничью С каруаной Такой у нас Относительно миролюбивый тур Но вот видит Чуть-чуть нарушил баланс И вот какое у нас Итоговое положение После девятого тура Гукеш и непомнящий По прежнему в лидерах У Накамуру Четыре с половиной очков А вот видит его догнал Да они оба в полтиннике теперь Да у видита было минус один Теперь они оба в полтиннике То есть в целом Видит устранил потенциального конкурента Поэтому Для болельщиков Яна Это хороший результат Прогнананда на третьем месте Отстает на пол очка Впереди еще вся борьба В целом И Накамура и Ведит Имеют все шансы На то чтобы бороться Ну что всего лишь На очко отстают Это не криминально И каруана так же Поэтому Нас ожидает Интересный финал Единственная результативная партия У женщин Это Вайшали против Тань Джуньи Лидера турнира И здесь у нас Социальная защита Вариант Алапина Забирает на Д5 Вайшали Выводит коня А6 так аккуратненько Играет Татьяна Хочет коня на С6 Вывести С4 здесь захватывает Пространство Но белые Начинают цепляться За эту пешку Вообще на самом деле Отлично разыграла Дебют Вайшали И поняла Что можно попытаться Прямо сразу Решить исход этой партии Пошла в атаку Но это было Несколько оптимистично Лучше было Как-то закончить развитие Может быть Слона А3 Сыграть владея Е1 полезный ход Она конь Ж5 играет Ж6 Но пешка висела Защитили ее Черный И ферзь Ф3 Где-то в попытке Может быть ферзя Подвести к атаке Кажется Ферзь Ф7 играет черный Спокойненько Нападает на пешку Х2 Х4 Выводит Просто пошла На штурм Конь С6 Слона А3 Размен чернопольного слона Лучше было Коня на А3 поставить Кто может быть С4 готовить При случае слон Б2 Она играет Слона А3 Король Ж7 Владя Е1 Х5 И здесь последовал ход С4 Он просто Серьезная ошибка Пешка на Д4 Остается под боем Надо было меняться На Д6 Вывести коня на Д2 Хотя бы И вот как-то это продолжать Но она играет С4 Рассчитывая на какую-то Конкретику Судя по всему Что брать плохо Из-за слон Б2 Следует Ф6 Нападением на коня Плюс перекрывается Эта диагональ После размены Ферзь Д6 Следует И С5 Зажимает Вальшали Тоже неточный ход Хотя тут уже Неприятная позиция Пешка висит Потому что Ферзь С7 Конь Х3 И забирать на Д4 Эту пешку Тань Джуньи С вилкой На ферзя И слона Белый играет Ферзь Д3 Максимально Амбициозный ответ Но лучше было Сыграть как-нибудь Ферзь С3 Да, уже без пешки Остались Позиция неприятная Тут же Белый рассчитывает На контр-игру После конца 2 Ферзь Б3 С7 шаг Назевают Следующий ответ Тут Вальшали думала Что надо меняться Ферзями Ладья Е7 Король Ж8 Ладья А2 Отошли У нас активная Ладья Ну и какая-то Контр-игра есть Как будто А после же Ладья Е7 Приходится просто Сдаться Ведь на размен Мы играем Ладья С7 И вилка сохраняется Теряется качество Еще пешки нету Белые проигрывают И вот так В 21 ход буквально Вальшали Потерпела поражение Давайте посмотрим За итогами Женского турнира Канеру Славно сыграли в ничью Лейтензе Салимовой так же Анна Музычук С Александром Горячки Так же в ничью И единственная Результативная партия Тань Джуни Обыграла Вальшали И посмотрим На итоговое положение После 9 туров У женщин Тань Джуни Снова вышла На чистое первое место Далее на пятки Наступает Лейтензе Игорячкина Екатерина Лагно Имеет в своем Арсенале 5 очков Салимова И Канеру По 4 очка имеют Минус 1 стоят Ну в целом Борьба продолжается Еще Но мне кажется Начиная с Канеру Все имеют шансы На победу В этом турнире Поэтому будем следить Пристально за оставшимися партиями Подписывайтесь Обязательно на канал Скачивайте книгу 21 катетическая ошибка Новичков Шамоток Ну и В Телеграме Залетайте Там свежие новости Выходят оперативные В том числе Про инцидент с Лерезой Впервые вышла там Поэтому жду вас В нашем Телеграм-канале Ну и конечно же Присоединяйтесь к прямым эфирам Сегодня мы разменяли 600 тысяч подписчиков Спасибо всем Кто поддерживает канал Смотрит Это очень приятно Будем работать И впереди нас ждет миллион До новых встреч